Отче наш, и Женщина Небесия, Господи, и Сын Твое, да приди, Царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небесе и на земле. Хлеб наш насущен дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яка же, и мы оставляем ножников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от рукава Богу, и до твоей Царской силы и славы в овете. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и молитвы и полами, Господи, помилуй, Господи, благослови, за молитвы причистоти Матери всех святых Твоей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божием, помилуй нас, огни, Божьей милостью и грешевым, создавыми, Господи, помилуй меня, еще славясь и грешевым, Господи, простими грешными, праздливыми. Так, как до завтрака работали? Работали хорошо, только вот Маша, смотрю, нет Маши, прихожу, она там на кровати отдыхает, лежит уже, все пилят. Так было? Да. А вообще, с чего это ты себе такую льготу позволила? Еще завтрака не было. Потому что было. Вчера я гляжу, чурки взяли, эти маленькие колотят орехи, никаких, идет в инструмент, берет молоток, а вроде бы, так не пойдет дело, мы не можем инструмент найти после тебя, в какое же ты имеешь право ко мне залазить, это воровство самое настоящее. Помеху разбить, ей надо профессиональный молоток, зайти, она знает, где лежит, взяла, и я ее остановлю на пути. Значит, обедать и завтракать не будешь. Теперь вот это вот. Посмотри, что она, разве не видели старшее, что в ней сделано? Она идет по ногам, ну-ка пробеди туда, обратно. Ну, не может, видишь, она связанная. Это все гомосексуалисты делают. Я все это, когда просчитал, пришел в ужас. Это понятно, с какой целью, что им это надо, мелькает. Так, геи называем, то есть садомиты. А вы эту форму надеваете садомитом. Что у вас, совесть не работает? Тут и мозги, совесть. Зачем тебе юбка, которая не дает, она не может подняться в трамвай, даже куда поднимется-то? Было раньше? Не было никогда. Наоборот, разные гопрированные, там, шире. Значит, по-хорошему надо было бы снять и сжечь. Ну, тут мы в тесных обстоятельствах. Надежда Васильевна берется. Разрезать примерно до этого места. И от этого места сделать шире, где нога сгибается, чтобы она могла. Ставить к линии. Мы здесь приехали, вот это вот, спросили, у меня фотографии есть. Я по-мужски вот такая, нитка вот такая, я ее зашивая сижу. Было? Было. Было. Это пакость. Этого не должно быть. Мы все работали. Сегодня валили, которая, она уже в буре сваренная. У него пила короткая, там, 40 сантиметров. А Роману позвонили, А Роман заболел. Благослови его, Господи, простыл. Так, батюшка за руки звонил, Алексей. Они уехали в Томск. Бракосочетание. Московская патриархия в храмах. Там батюшка везде приемлемый. Ну, потому что мы приняли этот акт о каноническом общении. И он у них в храме будет проводить венчание. Видишь, как придумали? Сделали. Хотя у нас там наши близкие люди есть. И вот так вот сделала. Дорога такая. Вешал, к 6 могут привезти трактор. Просили, молились. Чтобы мы молились. Погода была. 4 дня стояло солнцем. Нормально. Как дождь ударил, мы поехали. А ехать и везти на платформе трактор 17 тонн весит. 17 тысяч килограмм. Если сидит на железе, и в чутоком сторону он сползает. Никакие цепи его не удержат. И снять никак нельзя. Ну, мы не командуем. Теперь по деревне распределить, кто какой день готовит. Что ему нужно. В обед, где мы будем, не возвращаемся. Никита будет приносить в корзинке. И брать Люба, там кто. Вы тут не относитесь. Вот. Буя повалила. Кажется, пилить надо. Пила короткая. Дормально звонит, нормально нет. Не остановились. Стали дальше. Как? Давай сучки отпиливать. И отпилили когда. Потом стали смотреть, дерево зависло. Еще хуже стало. Мне кажется, Володя, что не надо было нам в эту сторону пилить. А оно стало. Еще в повиске над гордой висит. Если бы была береза, мы стали убирать. А тут никак нельзя. У нее 10 лап. И она в любую сторону. Если в середку кинусь, обломилась лапа тебя задавила. Не подойти ничего. Постояли. Нет. Трактор был. Тогда бы тросом его повалить. Никак. Давай обоем вокруг. А мы молимся. Обошли вокруг. Давай помаленьку маленький деревца. Там яблони все встали. Яблони за яблони. Освободила. Давай ветки. И вдруг хряснула она. Топором рубить стали. Уже нельзя пилить. И она зависла. А потом хлопнулась. Ну, теперь можно подходить сбоку. Ну, а еще стоит ножами. И когда уже все отпилили, то достали валить ее. И она рухнула. Ну, другая еще висит. А ты в это время лежишь, отдыхаешь. А яблочки любим. Яблони все до одной почти погибшие теперь. Нам подойти нельзя было. Мы их под корень нарубали. На ранетке. Понятно? Значит, остаешься без завтрака. Совсем. Потому что ты лежала, спала. А тебе зачем? Ты ляжешь, опять полежишь. Ты можешь еще кое-что лежать? Нет? У нас было так. Вставать рано я на работу, на работу. Я говорю, а кто хочет, чтобы... Нет? Ну, обедать, конечно, завтракать не будете. Обедать не будете, ужин не будете. У нас в целом день будете спать. Согласны? Согласны! Двое выскочили. А не полуевреи. Ну, ребята, молодцы. Все. Ели, чтобы никто не подходил. Запах-то кухни слышится. Они заворочатся. Выспались. Дальше делать нечего. Проситься давай. Через одного брата своего. Мы говорим, нет. Мы договорились. Добрый. Подписывайтесь. Печать поставлена. Отдыхайте. Подушки внеете там лежите. Там что было-то? И тайный кусочек в окошко кто-то подать хочет. И они вопрят оттуда. Выпустите нас только. Выпустите. А они не заперто. Ничего. Выходи. Выходи нельзя. Горшок поставили. Воды поставили. Еды нет. Но главное купаться вы не будете. Кино смотреть не будете. Ничего нет. У вас только одна подушка. Вот и что заработало сегодня. Так что она остается по поводу без запрака. Обязательно мы не поздним. Зачем вам нам это? Так. Юбку разрешается тебе сделать поправить. Но прежде чем надеть, мне покажете. Потому что женщина, она слаба умом, чтобы разобраться, что есть. Самая негодная. Все на себя напялили. Я починал воззвание американских женщин к мусульманкам. Говорит, какие вы счастливые. Как вас мужья берегут? Она к нами разделит. Что она с нами сделала? А она ничего не может. Почему? Правила. Ее с работы выгонят. Платки на работе нельзя. У нас приняла на крещение Валентина Хапилина. Приехала она в детсадике работала. Там отменный работник. Там похвально. Все. Платок сними. Игнать Иванович. Она в банке работала. В банке тогда. В банке. Да. В банке. Там вообще ничего нет. Платок. Все. Уволили. Она звонит. Что делать? А говорит, жди, что будет. Если выгонят, награда. А куда там? Ходила-ходила. В детсадик устроилась. Еще даже лучше получилось. А там и сын, там и тот сам. Наха. Все против. Мужчина бороду отпускает. Первым делом женщина забунтует. Мать старая едва ходит. Сынок, а что ты бороду отпустишься? Тебе-то какое бабка делала-то? Родная мать. Я говорю, ты не обращай внимания. И это что? Греет человек бороду. А что это? Блудодейная ересь. Блудодейная. Еретики разные бывают. А бороду греет блудодейный. Блудодейный папа. Блудодейные католики. Что все-таки протопол по вакууму печатку поставил. Да и так понятно. Дина, дочь, когда пошла посмотреть, а ее там княжескому сыну понравилось ходить посмотреть, я только скажу, посмотрю, ничего подобного. Вот затащила и изнасиловала. А теперь решили свататься. Но они с сыном я согласились. Вы-таки сначала обрежьтесь. Они обрезаны, они согласились. Когда они обрезались, на данный день, наверное, самое уже болезненное было, они взяли ножи и пошли, вырезали город. И когда отец узнал так, все народы против нас будут, а мы же согласились, они приняли обрезание. Хорошо ли с нашей сестрой поступили, они обесчестили ее. Ну, честная и нечестная девушка же. Это честная не слова, а то есть сохранила ли она девственность. Протом девственность, клево, сохраняется, есть только у женщин. В мире животных ни у везде, ни у кого нету. Нету, а это сигнал. А если будет она нарушена, смерть. Смерть обнаружили, ложиться спать на чистой простыне, и остается свет. А этого нету. И это простыни эти после утром, все они берут, печати там, видимо, ставят свои, да, мы видели, да, и жених подтвердил, да, была она честная. Это здорово. И теперь свернули простыни и лежат. Ну, прошло время, а ему надо от нее избавиться. Она, видимо, ему понравилась. И он стал говорить, я женился, а на ней у нее не было девственности. Тогда придут, говорит, родители, созовут жителей города и растерят перед ними простыни. В Библии все описаны. Не надо думать, что это бесчестно как-то. И покажут, а это что? А это что? Это что, анализ ДНК? Вот смотрите где-то. Это ей принадлежит есть. И ты говорил, взял ее. И теперь ему большой штраф. И разводить никогда с ней уже не может. То есть, развод был как льгота. Моисей дал указание, можно разводиться. Ну, там, с определенными условиями, чтобы не убивали. А не так. Жениться надо мешает. Убил ее, взял другую. Помоложе, покрасивее, побогаще. И здесь получилось точно так же. Была она обесчищена. Но когда бороды обрили, половина была бороды слугам Давида, написано, они были очень обесчищены. Слово очень, это усиливающее слово. То есть, бритие бороды, это более греховно, чем изнасилование. А теперь сам посмотри, что в мире делается. И вот она идет и сверкает. С двух сторон, с одной, сзади особенно. Все изрезали, еще женщина. На какие каблуки посоли? Мужчины ходят в нормальных каблуках, у женщин вот такие. У них пальцы расходятся вот так вот. Ну, показывать на картине. Быстро так, это как идет она, и дальше изгибается. И вот такие вот они дальше к пальцам идет, и она мучается тогда. И как эти шишки убрать? Да никак. Никак. Почему? Глупые, потому что. Глупые. Вот каждый день чистят зубы, чистят. Это из-за этого уже арсенала. Все сделано так, чтобы постепенно разрушались зубы. И что, без зубы? Нет, стоматологические кабинеты забиты. И при том, не нужные услуги заказывают. И речь идет уже не о тысячах, а о десятках тысяч рублей. Да и за сотни заваливали. В интернете выяснили, что они вам предлагают делать. А у Америки это как национальный пульт. Зубы. Смотри, какие у нее есть зубы. А профессор стоматологии говорит, благодарю за комплимент. То есть из фарфора, похожие. А он думает, что у нее сохранились. Еще у нее нет, у нее пустой рот. Она фарфоровые чашечки туда поставила. Ей там винтили винты. Она тоже терпела муки какие. Чтобы никогда нигде этого не делал. Ни одной надписи зря на тебе не было. Зачем вас на это тянет? Вот костюм человек надел. Костюм обыкновенный. Три пуговки. Я считаю устав масонов. Масоны это те, которые приготовят престол антижества. Главное. Внести на все национальности. Все, кто их уже в Америке приобретают в студенческие годы. Смотря, вот Жаклин Кеннеди, она увидела, вот я в Жоне, увидела в Фит-Жеральде перспективность. И он единственный из всех президентов, кто не почтил масонов и был убит. Еще мимо проходит. Он должен быть в галстуке обязательно. Если галстук снял, обязательно верхнюю пуговку расстегнуть. Вот так, чтобы быть застегнут. Это не положено. Я не принял. Приняли это. А зачем ты-то в это лезешь? Обязательно расстегнулся. Зачем? Вот в армии, если застегнуты, идешь, и тебя остановили. Наряд не в очереди. Я других виден, как наказали. Я застегнулся, 60 лет не расстегиваюсь. Все нормально, никто-то не принял. Это что-то сложилось. Это важность. Ты услышал это дело. Все юбки зашить или выбросить. Брюки никогда не надевать. Надеть только где комары, но чтобы сверху была юбка. Понятно? И выехать отсюда должна другая совсем. И не бойтесь об этом говорить, о чем мы говорим. Вышел пастор. Пастор это еретик. Ну, так у них называют. В Дании, кажется. И говорит. Вот сейчас браки делают мужчины на мужчины. А Библия написана. Делая срам. И получая возмездие за свое заблуждение. Оставив естественное употребление женского пола. И он сказал так. Вот у него до фирмы дошло дело. Домосексуалисты, садомиты. Взяли в расстрелы. Он сказал правильно. Сказал по Библии. Показал. Это не важно. Мы не должны говорить. Детям это преподают. Это безумный садомский грех. А что за этим будет огонь? Огонь. Огонь атомный какой. Я не знаю. Но земля будет выжжена. От земли останутся одни головешки. За садомитов. На Украине разрешили гей-парад. И сразу началось это волнение. Иющий такой, иноконщий такой. Кверх ногами все поставили. И об этом Андрей Ткачев, священник, он был на Украине. Подробно все говорит. Призывает. Такие ущики убили. Он едва вырвался оттуда. Так. Поэтому работать. Работать нужно очень хорошо. По заповедю. В поте лица. А что ты как пропотела? Во сне перипотела. Поэтому стоять будешь здесь. А лицом повернуться на свой стол. Господи, если не было же помилуй. Сами. Сами. Про Настю не добавил. Сейчас позвонил Виктор Андреевич. Он врач-коррой профессии. Она в сознание пришла. Попросила принести Библию. Ну. Что будет? Полностью желудок удаленный. Без желудка полностью усваивается только одна пища на земле. Кто знает какая? Манна. Молоко. А? Вода и манная каша. Молоко. Молоко. Только молоко. В нем 96 компонентов разного. А я сказал о детях. Пусть она не беспокоится. Потому что отец это делал. Раскладывает. Детей мы можем взять. Потянки оставить. То есть оставить у детишек. А отец. Я говорю, Бог усмотрит. Бог силен сделать так. Так что. Мы молимся. Благодарит она всех за молитвы. Слава Господу. Он же благословил. Молоко. Садитесь.